Привет! ТОП-15 самых больших свимбейтов из моей коробки! Смотрите прямо сейчас! Поехали! Для того, чтобы составить рейтинг самых больших свимбейтов и определить, какой же из них больше, я придумал некий коэффициент. Я взял длину в сантиметрах и вес в граммах и перемножил два эти параметра. Получившееся число я разделил на тысячи и по данному коэффициенту я оцениваю, насколько же свимбейт большой. Итак, начинаем! Пятнадцатое место. Это Депс Булдоз 160. Да, вы скажете, что у этого свимбейта существует старший брат, 19-сантиметровый, который весит очень много. Но его у меня нет в коллекции. Поэтому начинает рейтинг именно эта приманка. 16 сантиметров и 96 граммов. Сильно плавающе, работает в предповерхностном слое, имеет великолепнейшую игру и отличную проходимость среди водной растительности. Из недостатков я бы отметил не самое лучшее покрытие и вот эти вот плавники. Это элемент декора. Как вы думаете, насколько он долго проживет? Пишите в комментариях. 14 строчка. Один из моих самых любимых свимбейтов от моей любимой компании TH Tackle. Это Magnum Jointed Zoe. Этот свимбейт всего 14 сантиметров в длину. И, наверное, из всего рейтинга он самый маленький. Но максимальный его вес составляет 117 граммов. В этом великолепнейшем свимбейте воплощено куча суперских инженерных идей, которые я не видел нигде больше. Во-первых, обратите внимание на эти крючки по бокам с опушкой. Причем здесь стоят одинарники, блесна и хвост с оперением таким резиновым. В воде это большой объем. Но это все не самое интересное. Самое интересное заключается внутри огрузка этого свимбейта. Обратите внимание вот сюда. Если выкрутить вот этот болтик, то вот в это отверстие можно разместить шарики, которые входят в комплект. Пластиковый, металлический. И за счет них меняется огрузка приманки. Звук. И можно менять горизонт проводки. Можно сделать его довольно быстро тонущим. Можно сделать его медленно всплывающим. Я же настроил его очень нейтрально. В воде он буквально зависает. Для меня это необходимо. Потому что я люблю проводить эту приманку очень медленно. Если вы хотите увидеть, как играет этот свимбейт, напишите об этом в комментариях. Я обязательно сниму подводное видео. Наверняка вы все знакомы с каналом подводной Ирландии. Там мужик ловит щук на щук. Очень часто он делает именно так. И использует такую великолепную приманку, как Westing Mike the Pike. Посмотрев эти ролики, я тоже захотел себе такой свимбейт. Я выбрал пластиковый вариант этой приманки. Итак, 13-я строчка моего рейтинга. Mike the Pike. 22 сантиметра, 80 граммов. Медленно тонущая пластиковая модель. Трехсоставной свимбейт. Игра его действительно напоминает, наверное, все-таки отдаленно, игру щуки. А скорее всего напоминает игру больной щуки. И вы все знаете, что щука каннибал. Она жрет других щук. И вот эту приманку любят жрать тоже. Что мне не очень нравится. То, что приманка довольно быстро тонет. И поэтому, когда ловишь на мелководье, требуется довольно активная проводка. И эта проводка не всегда работает по пассивной рыбе. Также хочу обратить внимание на вот эти две петли. Зачем они нужны? Все очень просто. Можно поменять горизонт проводки. О да! Это, наверное, самая редкая приманка из всего этого рейтинга. Больше чем уверен, что эту компанию вы не знаете. Внимание! Двенадцатая строчка моего рейтинга. Двухсоставной деревянный глайдер. Попробуйте догадаться, что же это за свимбэйт. Пока я вам его показываю, вы можете написать комментарий о своих догадах. Это модель BlueGill от компании HRR Original. Это небольшая японская компания, которая производит вобблеры и свимбэйты очень маленькими тиражами. Из года в год они делают вобблеры все лучше и лучше. И мне повезло, что я смог достать их произведение искусства 2012 года. Свимбэйт длиной 18 сантиметров и весом 98 граммов сделан из дерева, как я заметил ранее. А что вы думаете по поводу этого свимбэйта? Напишите в комментариях. 11-я строчка и это единственный полностью резиновый свимбэйт в рейтинге. Этот налимчик от компании Savage Gear. Так как его длина 25 сантиметров, а весит он 75 граммов, он занял 11-ю строчку рейтинга. Что мне в нем нравится? Мне нравится его плавность игры и мне не нравится то, что он адски быстро тонет. Но он отлично ловит рыбу. На 10-й строчке расположился трехсоставной свимбэйт Lucky Craft Rio California Supreme 200. Это самый большой свимбэйт в линейке Rio California. Он медленно тонущий и весит целых 102 грамма при длине 20 сантиметров. Подробно я рассказывал о Rio California Supreme в большом обзоре. Правда это была 110-я модель. Ссылку вы сейчас видите наверху. В принципе игра большой не сильно отличается от маленькой. С той лишь оговоркой, что большому куску и рот радуется. Поэтому уверен, что этот свимбэйт будет ловить рыбки покрупнее. Хотя и 110-ю Rio California очень любят хорошие щуки. Следующий свимбэйт. Вряд ли когда-нибудь будет ловить рыбу. Я не решаюсь кидать это произведение искусства в воду. Это и Макатсу Хаски Хазуси. Не знаю правильно ли я прочитал это название, но свимбэйт очень красивый. Он сделан из дерева и выполнен на очень высоком уровне. Благодаря резиновому хвосту этот свимбэйт имеет длину 26 сантиметров. А весит он 85 граммов. Это позволило ему стать девятым в рейтинге самых больших приманок. Как я сказал ранее, вряд ли я смогу закинуть это произведение искусства в воду. Он выполнен великолепно. Это подповерхностная приманка с невероятно реалистичной игрой. Мне она очень нравится. А вы бы кинули это произведение искусства в воду? Напишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Наверное, самый послушный свимбэйт из всего обзора. Это великолепнейший трехсоставной глайдер от компании Jackal. Новинка прошлого года. Встречайте! Jackal Downs Swimmer 220SF SF, то есть медленно всплывающий. Мне очень нравится этот великолепный свимбэйт с размашистой игрой. Он на каждом рывке отклоняется на очень большой угол. И я бы, если был рыбой, я часто говорю эту фразу, я бы скушал вот это вот чудо. Поистине чудо. Я тестил его на воде и не раз. Но пока щуку на него, к сожалению, не поймал. Что мне в нем нравится? Во-первых, отсутствие захлестов за тройники. Но что мне не нравится, это покрытие. Покрытие оставляет желать лучшего. И от тройников оно, к сожалению, повреждается. Такая красота. И так быстро царапается. Знаменитый Ганкрафт Джоинтед Клау. Как вы думаете, какая версия попала в обзор? Успели написать комментарий? Ну ладно, раскрываю карты. Вот он! Это Ганкрафт Джоинтед Клау 230. А точнее, Магнум Джоинтед Клау 230. Как вы догадались, этот цвимбэй 23 см в длину. А знаете, сколько он весит? Чуть больше 113 граммов. Это плавающая модификация. Медленно тонущая модель немножко тяжелее. Исполнение на 5 плюсов. Не зря он так популярен в Японии. На 6 строчке многосоставной свимбэйт от компании Агат. Вот он, этот окунёк. Перч. 21,5 см. И 140 граммов веса. Вот эта махина просто великолепно играет. Она настолько реалистичен и живой, что я не сдержался и купил его. Причём я это сделал на аукционе за очень небольшие деньги. Так как он тонет довольно быстро, я его не смог испытать. Потому что ловлю я на глубинах, как правило, меньше ветра. А его стоит использовать на глубинах от полутора и выше. Уверен, что вот этого окунька зубастая с большим удовольствием сожрёт. Вы сомневаетесь? Тогда пишите об этом в комментариях. На этом заканчивается первая часть рейтинга. Если вы хотите узнать, какие же 5 свимбэйтов являются самыми большими свимбэйтами в моей коробке, то смотрите Lures Mania. Следующий ролик выйдет ровно через неделю. Не пропустите его. Для этого подпишитесь на канал, поставьте лайк. И, конечно же, нажмите на колокольчик. Жду вас на следующей неделе. Пока!